Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую! Сегодня я хочу поговорить с вами на тему пользы и вреда ферментированных продуктов. К ферментированным продуктам относится квашеная капуста, самый распространенный народный, традиционный продукт для жителей России, сопряженных стран. В Германии он очень популярен и во многих странах. Подобного рода продукты, конечно же, есть буквально в любой стране. Ну, конечно же, я квашу тыкву, я делаю салатики такие из капусты, тыквы, свеклы и моркови, добавляю семена укропа, кориандра. Получается очень вкусный квашеный салат, его можно употреблять в таком сыром виде, из него можно варить борщ. Кстати, запах у этого салатика очень приятный, он очень похож на запах такого летнего холодника на свекле. Попробуйте! Конечно, квасят огурцы, замачивают яблоки, это тоже ферментированные продукты. И, конечно же, возникает вопрос, а насколько они полезны? Квашеные овощи и квашеные фрукты считаются очень полезными, потому что, во-первых, они сохраняют весь спектр пользы, которая содержится непосредственно в тех овощах и фруктах, которые заквашиваются, то есть в основном сохраняются свойства капусты и прочих компонентов, которые входят в состав этих ферментированных продуктов. Кроме того, основным, так сказать, кулинаром являются молочно-кислые бактерии. В первую очередь, палочковидные лактобациллы. И лактобациллус плантарум является, пожалуй, самым главным изготовителем таких квашеных продуктов, которые готовятся без заквасок. В процессе квашения образуется достаточно много молочной кислоты. Она-то и является консервантом этих продуктов. Молочная кислота достаточно полезна для организма. Мы часто потребляем различные йогурты, рекламу слышим о йогуртах. Почему это полезно? В первую очередь, потому что бактерии, проходя через наш желудочно-кишечный тракт, они могут попадать в кишечник, в том числе в толстом кишечнике. В толстом кишечнике могут идти два процесса. Либо процесс, который приводит к закислению содержимого кишечника, это брожение. И процесс, который приводит к защелачиванию содержимого кишечника, это гниение. И вот как раз надо сформировать свою диету, свой образ жизни таким образом, чтобы процессы кислотного брожения превалировали в кишечнике над процессами гниения. Это считается полезным. И именно молочно-кислые продукты не обязательно из молока. Это продукты, которые содержат молочную кислоту. А молочную кислоту, как я сказал, содержат все ферментированные продукты на основе овощей и фруктов. Квас содержит также молочную кислоту. Ну и, конечно, молочно-кислые продукты на основе молока. Так вот, попадая в кишечник, они закисляют содержимое толстого кишечника, таким образом не давая избыточно развиваться гнилостной микрофлоре и не давая образовываться в кишечнике продуктом распада белка, других веществ в результате гниения. В этом основное отличие ферментированных продуктов от свежих основ этих продуктов, ну то есть капуста свежая отличается от капусты квашеной, главным образом накоплением там кислоты. Эта кислота, конечно же, частично всасывается в тонком кишечнике, но также попадает и в толстый кишечник и создает там кислую среду, неблагоприятную для гниения. Это важно. Однако же, потребление молочно-кислых продуктов таит в себе также и опасности. Какие опасности прежде всего? Конечно же, это большое потребление соли. Вот в Корее, в частности в Южной Корее, также распространены очень квашеные ферментированные продукты. И там квасится не белокочанная капуста, там квасится пекинская капуста. Но, конечно, это не просто квашеная пекинская капуста. Там очень много добавок всевозможных. Она может быть острой, она может быть там даже с добавлением морепродуктов заквашиваться, с различными приправами и так далее. И вот удивительно, но факт, что Корея, Южная Корея является одним из лидеров по возникновению рака желудка у людей. И, конечно же, поскольку корейцы отличаются большой любовью к кимчи, да, мы про корейскую морковь знаем, да, такую замаринованную. Они вообще любят подобного рода продукты, они для них являются традиционными. Вот идёт изучение, не является ли причиной высокого уровня потребления ферментированных продуктов причиной вот этого высокого уровня заболеваемости раком желудка. Но в любом случае, так это или нет, ещё предстоит читать. Ну, сами же мы не исследуем, да, читать в исследовательских статьях, научных статьях. Но абсолютно неоспоримо, что ферментированные продукты содержат избыточное количество соли. При квашении той же капусты, тыквы, вот таких салатиков, о которых я сказал вначале, примерная закладка соли составляет 40-50 грамм на килограмм овощей. Это означает, что, соответственно, килограмм квашеной капусты примерно содержит те самые 40-50 грамм соли. Норма потребления поваренной соли составляет всего лишь 5 грамм в день. Таким образом, 100 грамм квашеной капусты является источником предельного количества соли, которое может потребить среднестатистический взрослый человек. А ведь мы ещё соль потребляем со всеми блюдами, и с супами, и с вторыми блюдами, и с мясом. И в другом виде получаем тот самый натрий, который вот именно не полезен в составе поваренной соли. Норма потребления натрия при этом составляет всего лишь 2 грамма. А ведь многие любители защелачивать свой организм потребляют ещё и соду, питьевую соду. А ведь она тоже является очень серьёзным в этом случае источником натрия. Поэтому вот эта норма перекрывается много-много раз. Поэтому с квашеными продуктами, с солью, они все с солью, надо быть очень и очень осторожными. Ну, считается, что квашеные продукты также могут быть опасными в первые трое суток от начала их приготовления. До тех пор, пока не образуется достаточное количество молочной кислоты, которая не законсервирует этот продукт. Да, ведь там развиваются совершенно разные микроорганизмы. И в каждой партии квашеных продуктов, я уже не говорю, что у каждой хозяйки на кухне, этот процесс может происходить по-разному. Там и дрожжи, там и гнилостная микрофлора, там что угодно может расти и нарастать. Поэтому потреблять эти квашеные продукты надо с осторожностью и только после их полного приготовления. То есть, когда процессы брожения там завершены, когда газ из этой системы уже больше не выделяется. Ну и заодно в конце нашего выпуска скажу о молочной кислоте. Сейчас очень много, да и не сейчас, уже и раньше много кривотолков о закислении организма. И виновником закисления организма считается как раз эта самая молочная кислота. И мы, конечно, потребляя квашеные продукты, потребляем значительное количество молочной кислоты. Потребляя кисломолочные продукты молочные, творог, сметану, йогурты, простокваша, кефир, мы также потребляем значительное количество молочной кислоты. Сделаю ремарочку, когда мы употребляем уксусную матку, да, ну вот эти продукты на основе уксусной матки. И моченые яблоки, там тоже в моченых яблоках обычно тоже много молочной кислоты. Но если мы добавляем туда уксусную матку в моченые яблоки, то там уже преимущественно образуется уксусная кислота. И это совсем другая история. Так вот, мы одновременно потребляем значительное количество молочной кислоты. Молочная кислота является причиной различных бед со здоровьем у человека. Есть статьи, в которых четко доказывается, что избыток молочной кислоты, который образуется в организме, способствует такому, ну скажем так, замедлению мыслительного процесса, ухудшению мыслительных функций. Есть сведения о том, что молочная кислота является хорошим питанием для онкологических клеток. На этой основе многие начинают пить соду с тем, чтобы нейтрализовать кислоту. Я не буду сейчас раскрывать эту тему, но только попрошу вас задуматься, да. Да, когда вы пьете соду, конечно, молочную кислоту вы нейтрализуете. Кислота-то пропала, а вот лактат, да, то есть соль молочной кислоты, лактат именно тот, который... Ведь суть не в том, что кисло, да, а в суть том, что накапливается лактат, остаток молочной кислоты. А ведь лактат никуда не делся, поэтому прежде чем браться за чайную ложку и пить соду, задумайтесь об этом. А вообще на эту тему мы обязательно с вами еще поговорим. Что ж, выводом, таким глобальным выводом относительно пользы или вреда ферментированных продуктов, будет то, что, как обычно, он может быть достаточно банален, все надо употреблять в разумных количествах. Несмотря на всю пользу, которую несут нам ферментированные продукты, помните о недопустимости избыточного потребления натрия, в том числе в виде поваренной соли, в первую очередь в виде поваренной соли, и нормируйте количество ферментированных продуктов, которые вы употребляете. Лучше вводить, если вам нравится вот вкус кислых этих ферментированных овощей, вводите их в состав других блюд. Варите щи на кислой капусте, разные супы, на квашеной тыкве, например, очень вкусное, что-то наподобие рассольника. Вводите их в состав винегретов, прочих овощных салатов и употребляйте их ежедневно, но маленькими порциями. Это гораздо лучше, чем сесть и за один присест съесть большую миску, сдав удар по организму вот этим избыточным содержанием соли. Ну и помните, что одновременно с избытком потребления соли необходимо избыточно в таком случае потреблять продукты, которые содержат много калия. Это яблочный сок, это, безусловно, тыква, это различные другие фрукты и овощи. Курага, абрикосы, понятно, калия много содержит, но все-таки хочется более повседневные продукты какие-то увидеть в этом составе. И среди продуктов повседневного потребления, конечно же, картофель и тыква являются, пожалуй, лидерами по содержанию калия. Только помните, что готовить их лучше всего вместе с кожурой. Отваривать в мундирах лучше запекать, и тыкву запекать лучше на кожуре. И в этом случае они сохранят максимальную пользу, и хоть как-то худо-бедно, но скомпенсируют этот солевой удар по организму. На этом я прощаюсь с вами. До встречи!